Продолжаем серию нестандартных выпусков, в которых есть мой собеседник Амиран. И надеемся, что вы принимаете их более-менее адекватно. Ждем от вас вопросов, будем на них отвечать. Спайси, сохрани вас, ребятки! Меня зовут Александр Фарсайт, это, как я уже сказал, Амиран. И сегодня мы приподнимем невероятно обширную тему, которую затронули в одном из вопросов в одном из предыдущих выпусков. Это тема самореализации. Чего мы достигли, чего мы считаем надо достичь, поделиться опытом, рассказать свои ощущения. И вот, собственно, об этом мы сегодня поговорим. Ну и сразу тебе вопрос. Что для тебя самореализация? Как бы ты это охарактеризовал? Я не буду вдаваться глубоко. Скажу просто, что для меня самореализация это когда ты, в общем-то, доволен тем, чего ты достиг. Это как-то связано с тем, что у тебя 40 кошек? Да. Понятно. Я доволен тем, чего я достиг. И чего ты достиг? 40 кошек. Ну, вот лично для меня самореализация преследует некую такую довольно приземленную цель, потому что я уже по себе знаю, что в любой ситуации, в любом социуме я хочу достичь позиции лидерства. То есть пока я не чувствую, что все до определенной степени в моих руках, я чувствую, что самореализации не достиг. То есть вот от этого уже иду. То есть если в каком-то социуме мне для того, чтобы стать лидером, нужно быть умнее других, самореализация направляется, так сказать, на рельсы интеллектуального совершенствования. То есть ты считаешь, что, допустим, если человек просто добился всего, чего хотел в жизни, неважно, что он лидерство, тогда это не будет самореализацией. Если это не лидерство, просто, допустим, он охуенно рисует. Ты говоришь про цель ради цели, результат, на что он приносит. Если человек самореализует себя через это, если он так себя для себя это видит. Я тебе приведу пример. Вот ты сказал человек, который офигенно рисует. Ван Гог. Возьмем Ван Гог. Гений, верно? Да, я заходу. При жизни был совершенно не признан, и его картины не покупали, он был никем. При том, что он гениальный художник. Ты хочешь сказать, что он самореализовался? Нет. Ну, может быть, да. Мы-то не знаем, что у него на душе-то творилось. Но ты считаешь, что самореализация это исключительно субъективный параметр? Да. Я полностью считаю, что это субъективный. Обосновение. Обосновение. Потому что какого черта какой-то левый мужик будет мне говорить, самореализовался я или нет. То есть ты считаешь, что даже бомж может считать себя самореализовав? Считай, да. Другое дело, что это, скорее всего, выпи***дешь. Ладно, неправда. Вот. То есть ты и говоришь, что можно критерии оценки есть. Критерии оценки есть, но для каждого это все равно абсолютно субъективная херня. Ну, вот. Я думаю, что особенно ты, чувак, не будешь воспринимать, если какой-то левый мужик скажет, «Эй, чувак, это вообще никто». Ну, пожалуй. Вот именно. Пожалуй, а можешь поделиться каким-то опытом, как ты достигал какой-то цели? Ну, потому что нас спросили, обмен опытом – это одна из позиций нашей совершенно субъективной передачи «Спайсы и сохрани». Личный опыт. Я приведу пример моего пути скрипача, так сказать, Николы Паганян. Я с детства занимался скрипкой, мне нравилось. И семья хотела, чтобы я занимался профессионально, но для меня это, конечно, другое. Я не видел этого способа заработать на жизнь. Я не видел этого способа развлечения богатых. Я смеюсь, потому что, как бы, позавчера мы твоим смычком ворошили угли в камине, и поэтому у меня большой вопрос. Почему же ты в итоге не пришел к своей цели, скрипача? Потому что мы вчера мы с мячком ворошили угли в камине. Мы им ворошили угли в камине, потому что ты им не пользуешься уже года два. И у меня творческий застой. Муза меня покинула. Хорошо, ну ладно, продолжим, продолжим. Ну, а все, а я сбился с теми. Благодарите за это, Александр Фарсайт. Черт, Александр Фарсайт. Ваш личный забиватель с темы. Опять получился какой-то невероятно сумбурный выпуск, но у нас формат субъективной передачи позволяет нам это делать. Что хотим, то и снимаем. Ей, что по кайфу, то снимаем. Надеемся, что вам хоть сколько-нибудь был интересен этот выпуск. Довольно скоро мы уже вернемся в привычное нам русло выпусков, какими вы их видели поначалу. А пока что все. До завтра. С вами были Александр Фарсайт и... Никола Паганян. И Никола Паганян. Отличная Паганянова. Отличная Паганянова для Николы Паганянова. Спайсис!